Во-первых, необходимо сказать, что национальные проекты – это проекты, которые разработаны и реализуются в развитии майского указа президента Российской Федерации 2018 года. В майском указе были определены те 12 ключевых сфер и направлений, по которым Российской Федерации предстоит в ближайшие 6 лет существенно нарастить, соответственно, обороты. И те сферы, в которых есть возможность, реализуя их потенциал, добавив ряд новых мероприятий, новых технологий, дополнительного финансирования, получить соответствующий эффект и результат. Основные отличия национальных проектов, которые сегодня реализуются в России, в Тульской области в частности, сосредоточены в следующем. Во-первых, они все реализуются по принципам проектного управления, которое позволяет за счет сокращенных сроков, определенного объема финансирования, за счет сокращения административных барьеров и процедур получить более быстрый эффект. И, в принципе, проектное управление в России и в Тульской области, в правительстве Тульской области внедряется уже несколько лет. И благодаря тому, что начиная с 2015-2016 года в Тульской области проектное управление реализуется, и мы реализовывали ряд региональных проектов, принимали участие в реализации федеральных проектов. Сегодня навыки и компетенции органов исполнительной власти, сотрудников, представителей федеральных органов власти на сегодняшний день достаточно высоки, и поэтому реализовать национальные проекты получается достаточно быстро, без элементов определенной раскачки. Дополнительным плюсом национальных проектов является то, что они подразумевают под собой немного измененные цели и полагания, если, например, возьмем проект по безопасности дорожной сети. Раньше мы увеличивали финансирование на объем дорожного фонда, за счет которого осуществлялись мероприятия, связанные с капитальным ремонтом дорог, строительством автомобильных дорог, соответственно, развитие инфраструктуры, связанной с дорожной отраслью. Национальный проект ставит перед собой определенные и понятные для жителей задачи – снижение смертности и снижение количества ДТП на автомобильных дорогах Тульской области. И уже в развитии этой цели формируются и те мероприятия, которые необходимы. Необходимо определить, соответственно, места концентрации ДТП в регионе. Следующим этапом необходимо определить, какими мероприятиями эти места концентрации можно нивелировать, то есть сократить количество этих мест. То есть где-то это необходимо – осуществить мероприятие по ремонту автомобильного дорожного платна, где-то необходимо установить светофор, где-то необходимо снизить скорость движения, где-то необходимо установить соответствующее оборудование, дополнительное оборудование, связанное с ограничением, допустим, доступа пешеходов на проезжую часть. То есть под каждую конкретную точку разрабатывают соответствующий комплекс мероприятий, и уже на него предусматривается финансирование, и в течение шести лет мероприятия, соответственно, должны достичь определенных целей, которые в национальных проектах и указаны. Еще одной серьезной отличительной особенностью является то, что финансирование, которое предоставляется для реализации национальных проектов, для регионов предоставляется на более комфортных условиях, чем, например, реализация государственных программ и получение поддержки федерального центра. То есть Тульская область сегодня получает финансирование в пропорции 96% и 4%. То есть 96% это федеральное финансирование, 4% это региональное финансирование. По большей части национальных проектов такая форма финансирования позволяет быстро регионам, не имея дополнительных финансовых издержек, реализовать те мероприятия, которые заложены в национальных проектах. Соответственно, это возможность нарастить тот потенциал, в том числе бюджетный, который в Тульской области был сформирован, к 2018 году получить дополнительное финансирование и направить его на те отрасли и те направления, которые определены национальными проектами, и получить, соответственно, более быстрый и более качественный результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова